Для сочинцев и гостей курорта приготовлено множество развлечений. В дневное время на медальной площади Олимпийского парка пройдут мастер-классы для детей и взрослых, выступят творческие коллективы, а любители фантастики смогут познакомиться и сфотографироваться с героями фильма «Трансформеры». Если говорить об музыкальной программе, то есть мы ее тоже поставили сверстать. У нас есть два больших хедлайнера. Это исполнитель Баста, который будет выступать 21 числа, а для девочек, а может быть и для мальчиков, Полина Гагарина, которая будет выступать 22 числа в вечернее время. До этого у нас предполагаются концерты и выступления лучших диджеев, наверное, России. Но мы так считаем, что мы собрали какой-то прекрасный лайнап, который позволит нашим гостям послушать интересную, хорошую, современную музыку. Не скучно будет экстремалам. Автолюбители увидят этап чемпионата мира по автозвуку DB Drag Racing. Максимальное звуковое давление создадут 150 тюнингованных машин. Скейтбордистов, роллеров и велосипедистов BMX ждет фанбокс с вотерами, мини-рампой и стрит-линией, на которых пройдут соревнования за призовой фонд. Сама идея фестиваля мне очень нравится. Я разделяю идею здорового образа жизни и идею объединения на территории Олимпийского парка туристических, спортивных и музыкальных событий. И я хочу от лица всех артистов, которые будут выступать, пригласить гостей Сочи и Краснодарского края. Это пятница и суббота. И жителей Краснодарского края приехать и посетить это замечательное мероприятие. Завершится Олимпфест 22 августа, в день празднования государственного флага России. В честь этого в Олимпийском парке пройдет флешмоб по исполнению гимна страны с участниками шоу «Большие танцы» и «Битва хоров» и «Развернуты флаги». Мы привлекаем и военных, и казачество. То есть это будет большой флаг Российской Федерации, это будет большой флаг Краснодарского края и это будут флаги регионов России. То есть 80 флагов регионов России. Стоимость билета на фестиваль – полторы тысячи рублей. Дети до семи лет бесплатно. Организаторы намерены дать продолжение фестивалю и сделать такой проект традиционным. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.